Доброе утро, планета! Третий день в Намибии, и мы мчимся на побережье на феррик скелетов для того, чтобы посмотреть историю одного великого корабля. Гуляя по Сокопмунду, не могу поверить, что я в Африке. На самом деле, Намибия вся полностью напоминает мне очень сильно Австралию. Потому что левостороннее движение, очень много белых. Собственно, Намибия очень цивильная сторона, очень хорошие дороги, относительно недорогая. Гораздо дешевле, чем Ангола, но надеюсь, ЮАР будет подешевле. Посмотрим, не знаю. В среднем поесть с бутылочкой вина на двоих у нас с Игорем уходит примерно 50-60 долларов. Сейчас мы ходим, гуляем по Сокопмунду и после этого едем на берег скелетов. Наша задача сегодня увидеть те самые дюны, которые выходят прямо в Атлантический океан. Проехаться по берегу скелетов – это одна из главных вещей в Намибии, которого мы должны сделать. Соответственно, берег скелетов – это прямо историческое место. Смоем Дастер. С Игорем сошлись во мнении, что последний раз Дастер таким чистым был только в Москве. С тех пор никто круче его не мыл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что это полностью безжизненная пустыня. Почему вы думаете, что называется берег скелетов? Мы вам попозже расскажем, кто не догадался. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Насколько далеко от дороги мы сможем поехать. Вот как максимально мы уедем, там мы поставим палатку, устроим привал, разведем костер и заночуем. Вот это будет настоящий экстрим. Ну а дюны реально потрясающие. Чтобы забраться сюда, надо... Я реально, я никогда не думал, что я такой дохлик. Просто я сдох на... Через 50 метров подъема по этой дюне. Она нереальная. Вот вам высота дюны. Видите, дастер стоит внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, смотрите, что такое подъем в дюны и спуск из них. Прямо в дюнах, прямо возле нас вот ходит шакал. Но совсем нас не боится. До него метров 30. Вот мы приехали. Где-то остановились. Непонятно. Почему непонятно? Все темно, ничего не видно. Вот, пожалуйста. Игорь, ты хоть палатку-то хоть раз ставил? Нет, ни разу. Сейчас буду первый раз в жизни ставить. Понятно. Ну, я смотрю, ты слишком резво начал. Такая же ваш пет уральский. Понятно. Не мог бы ты снять вот эту палатку вот так вот? В смысле? И что, подожди, и вот ты изначально предполагал, что мы будем спать в ней вдвоем? А что тебе не нравится? Ну, мне кажется, даже в самых пидористических отелях, в которых мы спали за одной кроватью, блядя, кровать была как минимум в полтора, а то и в два раза шире. Не знаю, я в пидористических отелях не жил. Ну, ну. Ну, как, ты доволен? Угу. Когда ты еще можешь в пустыне Намиб пожить в палатке? Вообще супер. Я вообще кайфую. Сейчас будем готовить. Я купил специальную кастрюльку. Кастрюлька, потрогай. Ты ее трогал? Нет. Тоньше консервной банки. Да, алюминиевая. Ну, реально, да? И стоит тоже там, не знаю, 4 доллара где-то так. Нифига себе ты бюджет тратишь, а? Нет, ну ты где еще купишь за 200 рублей кастрюльку? Где в России, матушка? С собой привезет. Рома, а что у нас сегодня на ужин? Пока ты мыл машину, я купил макароны и консервы. И сыр и паштет еще. И хлеб. То есть ты представляешь себе, что я после шикарных устриц и белого южноафриканского вина... Будешь жрать макароны. Да? Именно так. Короче, мы забыли купить вилки. Не мы, не мы, а вы. Ну, слушай, ты пиво себе не забыл купить? А вилки я, знаешь, забыл купить. Я не пиво пью, а сидр. 2,5 градуса яблочный сидр. Вообще прикольная тема. Какая разница, не забыл, не забыл. А вилки, значит, я забыл купить. Вот, поэтому я выточил палочки. Где они? Покажи, пожалуйста, это шедевр. Шедевр, это шедевр. То есть каждый японец удавится за такие палочки. Друзья, наша бомжи кухня продолжается. Бомжи кухня. Не нравится, не ешь. Не нравится, я буду есть. Ну, все, короче, макароны готовы. А накидывай сыр, пока он нет, пока не остыли макароны. У нас есть тунец. Так как у нас нету соли, то соус выливаем сюда. И высыпаем сюда же тунца. А себе я приготовлю бобы. Хорошо, что ты спишь в отдельном каюте. И сюда их тоже высыплю. Красавчик. Понравится тебе моя кухня? Ну как? После устрицы. После устрицы говно и мало. Слышали, да? Лишаем его порции. Не, на самом деле вкусно. Конечно вкусно. Есть история про то, что в пустыне Намипа иногда встречаются львы на берегу скелетов. Там, где мы находимся. Да. Львы, когда стареют, они не умирают в саванне. Они уходят на юг. Сюда доходят до берега скелетов. Это на самом деле не очень далеко. Километров может быть 200 от национального парка Итоша. Но национальный парк, вы сами понимаете, это просто территория. То есть льва никто не держит там. Он может выйти из-за предела национального парка. И вот они уходят на юг, доходят до берега скелетов. Потому что здесь они типа умирают, когда их изгоняют из Прайда. И здесь у них есть возможность еще пожить некоторое время, питаясь добычей, которую легко поймать. Например, морскими котиками. Или какими-то туристами. Туристами, да. Которые спятывают в таких зеленых палатках. Правильно. Но, кстати, как вот ты раньше представлял? Вот я раньше всегда представлял, что пустыня это бесконечные дюны, барханы, пески. Ты идешь, изнываешь от жары. А ведь сколько стереотипов рушится? Пустыня чаще всего каменистая. Ночью холодно. Реально холодно. Осадков, но осадков нет и так нет. Что еще? Неинтересно. Ну, есть, конечно, свои фишки, но в целом очень однообразно.